А сейчас на прямую связь с нашей студией по скайпу уходят жители Рио-де-Жанейро. Николай. Николай, здравствуйте. Я приветствую вас. Вот у нас в Москве 10 часов утра, 6 минут. 10.06. А сколько сейчас в Рио? Доброе утро. У нас сейчас 4 утра. 4 утра. Я прежде всего благодарю, что в столь поздний час вы согласились с нами побеседовать. Вот расскажите, в 4 утра Рио спит? Рио никогда не спит. И я особенно. Мне на пробежку скоро, потом тренировки. Вот так вот. А как вы, лично вы, ваши близкие, ваши друзья, встречаете Олимпиаду, как вы ее приветствуете? И вот ваши эмоции? Ну, так сказать, все, все, кто здесь в Рио живет, местные жители, все очень ждут эту Олимпиаду. Так, знаете, что она первая в Латинской Америке здесь. Все ее очень ждут. И мы, естественно, русские жители, которые здесь в Рио живут, ждем тоже. Вот ездили встречать сборную нашу недавно. Поддержать, так сказать. Николай, вот я знаю, что сама лично буду болеть за футболистов в Бразилии. Я искренне желаю им победы. Но никогда не удавалось. А как человек далекий от футбола, я могу смотреть именно на бразильский красивый зажигательный футбол. А за кого будете болеть вы? Вы встречали наших спортсменов. У вас есть какой-то любимчик? Нету, все у меня любимчики. Без разницы, да. Вы давно живете в Рио? Полтора года. Я здесь приехал изучать бразильское джиу-джитсу. Шестикратный чемпион этого штата, Рио-де-Жанейро. Ого! То есть вы как профессионал можете судить, а вот оно, вот что означает ваша одежда. А в осени пижамы, как многие могли бы подумать, учитывая, что сейчас в Рио 4 утра. Скажите... Здравствуйте. Николай, скажите, мы очень много рассказывали об Олимпиаде. Мы говорили еще о большом политическом процессе, связанном с импичментом президента Русеф. Как сейчас накладывается вот этот политический кризис с ожиданием Олимпиады, опять же, в обществе, настроении общества, как и им? Можно сказать, что недовольны этим, тем, что будет Олимпиада, только госслужащие, у которых сократили зарплаты, и деньги с этих зарплат отдали на нужды Олимпиады. И все. Остальные все ждут эту Олимпиаду. Все приветствуют. Любому туристу, который отправляется в Бразилию, особенно в крупные мегапольсы, как Рио или Сан-Пауло, всегда предупреждают, будьте осторожны на улицах. Вы... ну, вам тут бояться нечего, особенно если вы это кимоно наденете. Но что бы вы порекомендовали своим соотечественникам, которые сейчас окажутся в Рио, и стало ли сейчас в дни Олимпиады безопаснее? Ну, как сказать... я сам сейчас нахожусь в таком прекрасном месте, Каза-Имар. Это... То есть предостережение получается все те же. Спасибо, Николай. На прямой связи со студией по скайпу был житель Рио-де-Жанейро. Чемпион Николай. Вот он рассказал нам, как сейчас в Бразилии воспринимают, встречают Олимпиаду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова